стою на полустаночке в цветостом полушаночке а мимо пролетают поезда в общем сел не на тот автобус сейчас пока жду другой c3 лица 4 вот на вот этой вот платформе которая находится посредине автобусных движения транспорта вот на как бы посредине полос не знаю сколько скоро он подойдет пока что могу показать как это выглядит и и и и и и и и и так я сейчас чуть южнее даунтауна центра йоханнесбурга иду в сторону музея протеида надеюсь он будет открыт и будет работать потому что не зря же я такой путь преодолел в общем стоит местные автобусы один билет вот такая вот карточка на 30 трендов но на наши деньги это примерно около 120 рублей вот то есть туда назад уже получается 240 в любом случае это дешевле чем uber вот но в общем что могу сказать деревья здесь многие без листьев есть листьями но есть и без листьев то есть чувствуется что это зима наверняка летом здесь все гораздо более зеленая плитка здесь ну вот такая обычная привычная нам в общем то когда я разговаривал с американками они сказали что образ жизни здесь очень похож на американский те же машины те же заправки те же парковки тоже все да те же как бы грязные криминальные даунтауны но в целом вот мне кажется что вот несмотря на расстояние между сша и южноафриканская республика несмотря на то что сша наверняка мало кто знает о том что в юар такой же образ жизни он очень действительно похож я подтверждаю вот дома такие которых живут здесь в юханасбурге люди как пригорода ну нормальные такие симпатичные домики интересно вот вот здесь заправка а вот здесь вот музей апартеида то самое место куда мы идем вот надеюсь что там будет что посмотреть об истории юар где-то же и одно из центральных событий истории южной африки а впереди вот там видите колесо обозрения там находится большой парк аттракционов жирафа и а и 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 Музея Партеида Вот это вот люди И африканцы Которые изображены Вот силуэты на таких Зеркальных Стенах Вот То есть Как будто бы люди Которые уходят Не возвращаются Да Очень такая интересная экспозиция Вот они разных Разного пола, разного возраста Вот Написано, да Мост борьбы Камень Который показывает, что Рабочие Южной Африки Бушмены Бушмены Да И вот Их история вся Она была здесь В Южной Африке Конечно Имя Нельсона Манделла Не только в Южноафриканской Республике Но и во всей Африке Стало нарицательным Он стал синонимом Освобождения Нельсон Манделла Являлся президентом ЮАР с 10 мая 1994 года По 14 июня 1999 года И стал Одним из самых Известных в мире Активистов В борьбе за права человека В период Существления Апортеида За что 27 лет Он и провел в тюрьме В 1993 году Он стал лауреатом Нобелевской премии Мира С 28 по 30 апреля 1999 года Нельсон Манделла Был в России С государственным визитом Манделлой С президентом Российской Федерации Борисом Нельсином Была подписана Декларация О принципах Дружественных отношений И партнерства Между Российской Федерацией И Южноафриканской Республикой Нельсон Манделла Наградил Ельцина Орденом Доброй Надежды Первого Класса Балканская тематика Тогда стала Одной из основных В ходе встреч Позиции главных Сударств Сошлись на осуждение Агрессии НАТО Против Югославии И в чем Ельцин Настолько увлекся Что даже назвал Манделлу Известным И давним борцом За свободу Югославии Но тут же Исправил оговорку Позже Манделла Посетил Красную площадь Мавзолей Ленина Новодевичье кладбище Где похоронены Его земляки Члены сполкома Коминтерна И два деятеля Компартии Джон Маркс И Мозес Катаны После того Как в 99-м году Манделла Оставил пост Президента ЮАР Он активно Участвовал И призывал К более полному Освещению Проблем ВИЧ И СПИД По оценкам экспертов В ЮАР Сейчас около 5 миллионов носителей ВИЧ И больных СПИДом Больше чем В любой другой стране Когда Магаха Сын Нельсона Манделлы Умер от СПИДа Манделла призвал Бороться За распространение Нельсона Манделлы Не стало 5 декабря 2013 года В возрасте 95 лет В его доме В пригороде Йоханнесбурга Хаутон Эстейт В кругу семьи О смерти Манделлы Объявил Президент ЮАР Джейкоб Зума Зума Тогда заявил Он тихо ушел Около 20 часов 50 минут 5 декабря В присутствии родственников Наша нация Потеряла Великого сына В 1997 году В дом Манделлы В Йоханнесбурге Был превращен В музей истории Борьбы против апартеида А позднее был внесен Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО После смерти Манделлы Манделлы Так интересно Показано Жила в Софиа Тауне В городе ЮАР В 1050-е годы До того Как он был разрушен И затем Здесь показано Как выселяли отсюда Африканских людей Рушили их дома Когда Была политика апартеида Чтобы занять Софиа Таун И перестроить его Для жизни белых людей Вот Очень Очень наглядная Картинка Вот тоже Интересный фильм 1958 года Он показывает Как изменилась Жизнь белых людей В 50-е годы Которые жили На территории Южно-Африканской Республики Вот Разные производства То есть Все работают Изготавливают Разные Металлические Изделия И Никто не может Потерять работу Все Оходятся под защитой Государства Смотрите как Даже женщины Работают Вот еще кадры Того Какие Были Построены Спортивные Объекты Для белых Людей На территории Африки Как изменилась Жизнь Белого Населения Да Этот музей Очень популярен И Смотрите Сколько Много Школьников Все Выстроились Пары Все В каких-то Синих Костюмах Все С одинаковыми Рюкзаками Вот Пришли Тоже Посмотреть Музея Партаидос Экскурсии Но у них Здесь был Какой-то Квест То есть Они ходили И разгадывали Какие-то Головоломки Отвечали На какие-то Вопросы С тетрадками С ручками В общем Молодцы Здорово Вообще Вообще Вот В ЮАР Очень чувствуется Что сейчас Зима Тепло Конечно Хорошо Комфортно Там 20 градусов Сегодня точно Было Наверное Даже выше Сейчас Уже Вечер Немножко Температура Падает Но Вот эти Короткие Дни Длинные Ночи И В целом Этот запах Костров Такое Осеннее Настроение Создает Как будто бы Ну Даже Сентябрь Вот у нас Конец сентября Даже Начало октября В нашей Средней полосе России Вот такое Какое-то Настроение Осенне-зимнее Итак Дорогие друзья В этом выпуске Мы с вами Прогуляемся По музею Апартеида Находится он В Юханесбурге И является Одной из Главных Достопримечательностей Южно-Африканской Республики Потому что Очень тесно Связано С ее Новейшей Историей Итак В 1945 Году Всем стало ясно Что любое Превосходство На расовой Почве Ни к чему Хорошему Привести Не может Более того После Второй Мировой Войны Эта практика И вовсе Была объявлена Преступной Но в ЮАР Вели политику Апартеида Сразу после 1945 Года Началом Воплощения В жизни Этой В политике Стало Парламентское Голосование И 26 Мая 1448 Года На нем Поведила Национальная Партия Сделавшая Сегрегацию Одним из Ключевых Моментов Предвыборной Компании Хотя Темнокожие Составляли Около 80% Населения Южно-Африканской Республики Под их Проживание Было выделено Всего 13% Территорий Государств В свою очередь Белые Тоже не могли Без специальных Разрешений Попадать В резервации Не учитывая Тот факт Что почти Все крупные Города Голодародные Земли Пляжи Театры Библиотеки Кинотеатры Гостиницы Белые Забрали Для себя На заказательном Уровне Чернокожим Африканцам Было запрещено Там появляться Нужды В этом Они не имели При этом Даже те Немногие Африканцы Умевшие Возможность Покидать Холмдаун Выполняли Самую тяжелую И грязную Работу Пойманный Без особого Разрешения Африканец На территории Для белых Должен Был быть Арестован А его Дело Попадало В суд Основной Политической Силой Которая Открыто Боролась С политикой Правящей Элиты И политикой Партрейда Был Африканский Национальный Конгресс В его состав Входил 60-х годов Тогда еще Молодой Политик Нельсон Мамделла 15 августа 1989 года Президентом ЮАР стал Новый лидер Националистической Партии Фредерик Деклер На открытии Сессии Парламента Февраля 1990 года Он объявил О снятии Запрета На деятельность Африканского Национального Конгресса Так После 27 лет Заключения Был освобожден Из подстражи Нельсон Манделла 26-29 апреля 1994 года Состоялись Всеобщие Выборы И Африканский Национальный Конгресс Официально Пришел К власти Получив Поддержку Большинства Избирателей 63% За Национальную Партию Проголосовало Всего 20% Так 9 мая 1994 года Национальная Ассамблея Южноафриканской Республики Избрала Президентом Страны Манделлу А апартеид Был официально Отменен После отмены Апартеида Чернокожие Население Южноафриканской Республики Воспользовавшись Новыми Возможностями Без промедлений Отправилась В районы Юханнсбурга Прежде Бывшие Недоступными Белые Спешно Покидали Просторные Благоустроенные Апартаменты И в них Селялись Те Кто Считал Себя Достойным Новых Условий Жизни После Длительных Лет Повнятения Жизнь Условий Семья Семья Белые Достой Условий Недоступен Условий Условий Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, настало время продегустировать местный фастфуд Итак, вот Бургер Кинг В общем-то привычный нам Картоха у них другая Она и по вкусу другая И по внешнему виду И вот такой вот я взял Вопер с курицей А, нет, вопер с сыром Мне кажется, здесь курица Сейчас проверим Не, здесь говядина Так, посмотрим Знаете, у нас вкуснее У нас мясо как настоящее мясо А здесь котлеты как хлеб Вот честно, такое мое мнение Это вот Бургер Кинг Южной Африки Вот, я на автовокзале Пытаюсь уехать в Кейптаун Очень-очень много народу Уже вечер Вот, солнце садится И у нас автобус Где-то должен быть через полчаса Народа уже очень много Там стоит в очереди Решил там не стоять Потому что Очередь очень большая Тесно Народ кашляет, чихает Вот, ну вот сами видите Вот за моей спиной Какие толпы Поэтому вышел немножко сюда Сейчас, через несколько минут Наверное пойду опять Узнавать, где там наши втул «Народ кашлятка» Продолжение следует...